Достигай Израиль и весь мир Дорогие, мы так рады, что вы с нами. Я Синтия, жена Равина Кёрта. Сегодня он приготовил для вас особое послание. Мы верим, вы будете благословлены. Шалом вам, Яди Дим. Яди Дим — это возлюбленные на иврите. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Отец, мы приветствуем тебя. Пусть твой дух помазывает мою проповедь, укрепляет и освящает людей для славы Твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Я в большом восторге, потому что сегодня мы начинаем новую серию программ, которую я назвал «Библейские благословения Нового Завета». Библейские благословения — это похоже на скороговорку. Попробуйте произнести это пять раз подряд, и вы точно запутаетесь. Самое известное библейское благословение находится не в Новом Завете, а в Торе, в книге числа 6 главе, с 24 по 26 стих. Мы часто называем его благословением Аарона. У меня есть даже целое учение на эту тему. А вы можете найти его на нашем сайте. Там я разбираю слова этого благословения и объясняю их значение. Это невероятно, потому что сам Господь сказал, «Пусть Господь благословит и хранит тебя». Итак, самое известное благословение находится в Еврейской Библии, но в этой серии мы будем разбирать благословения Нового Завета. Что такое благословение? Я дам вам два определения. Во-первых, это высказывание благословения, которое Бог дал своему народу, и в Новом Завете оно чаще всего находится в конце письма или послания. Скажу это еще раз. Это высказывание благословения от Бога. Оно часто происходит в конце религиозного собрания. А в Писании они обычно находятся в конце послания. Например, Павел писал письма Ефесиным, Фессалоникийцам и так далее. Но это еще любое благословение Бога, произнесенное на его людей. Давайте я еще раз попробую объяснить более развернуто. Речь идет о благословении Бога на его народ. В Новом Завете такие благословения чаще всего встречаются в конце посланий, а еще они произносятся в конце религиозных собраний. Если вы посещаете традиционную деноминационную церковь, то знаете, что в конце служения пастор или священник благословляет людей. Обычно эти благословения взяты прямо из Писания. И мы с вами перейдем сейчас именно к Писанию, чтобы узнать, чем именно Бог благословил своих людей. Меня так радует, когда я понимаю, что прихожу к Богу в истине. Как же мы определяем истину? С помощью Писания. Иногда мы не понимаем важности чтения Слова Божьего. Некоторые люди ищут лишь переживаний. Они считают, «Мне не нужно читать Библию. Она скучная. Я уже читал ее. Я просто хочу переживать Бога». Да, я вас понимаю. Я тоже хочу переживать Бога. Я хочу чувствовать реки воды живой, о которых говорил Иисус. Я хочу во всей полноте познать обещания Иисуса о том, что если мы уверуем в Него, то Его Дух внутри нас, превратиться в потоки живой воды, которые будут постоянно бурлить и утолять нашу жажду. Я очень хочу пережить это. Но мы также должны понять, что Бог передает людям частичку Себя через Своё Слово. Однако мы не придаем значения Слову Божьему и тому, что через Него мы можем познавать Бога. Когда Иисус победил дьявола, он цитировал Писание. Павел говорит, что Писание было написано для нас. То есть через Слово Божие вы можете получить передачу от Бога. Так будет и сейчас, когда мы перейдем к Слову. Итак, давайте откроем первое место Писания на сегодня. Я не буду идти по порядку, но хочу, чтобы вы обратили особое внимание на эти стихи. Первое благословение, которое мы разберем, находится в послании к Ефесиным. Я очень люблю это послание. Мы прочитаем с вами Ефесиным 3 главу, 20 и 21 стихи, а потом разберем их детальнее. Пожалуйста, постарайтесь оценить, как это влияет на нашу жизнь и как Бог благословляет нас на самом деле. Итак, приступаем. Ефесиным 3 глава, 20 стих. Тут сказано так. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века». Аминь. Еще раз прочту этот 20 стих. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, как же прекрасно осознавать, что Бог настолько милостив и добр, что может сделать для нас больше, чем мы можем представить себе». Есть такое выражение. «Если вы можете это представить и поверить в это, вы этого достигнете». В этом есть правда. Чтобы достичь чего-то, вам сперва нужно увидеть это и поверить в это. Иисус сказал так. «Все возможно верующему». Но самое удивительное, так это то, что в этом благословении сказано, что Бог может сделать даже больше, чем мы можем представить или поверить. Послушайте. Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Вот видите, какой добрый наш Бог. Даже если мы не можем увидеть реальность или мы понимаем, что не до конца верим Богу и не до конца осознаем то, что мы живем в духовном мире, все равно мы получаем, все равно Бог заботится о нас. Часто мы сконцентрированы на мирском и дальше этого ничего не видим. Но даже в этом случае Бог настолько милостив, что обещает сделать для нас больше, чем мы просим или думаем. Это очень сильно радует и ободряет меня. Надеюсь, и вас тоже. Я хочу попросить Отца Небесного, чтобы Он сделал нас способными открывать наши сердца и доверять Ему еще больше. Поэтому предлагаю вам, давайте преклоним наши колени и помолимся вместе. Отец, во имя Иисуса, ты обещаешь делать значительно больше того, чем мы просим у тебя или о чем мы можем подумать. Отец, ты такой большой и хороший. Твоя любовь покрывает нас. И ты делаешь для нас то, что больше наших самых смелых мечтаний. Твое слово говорит, что не приходило то на ум человеку, что ты, наш Бог, приготовил для тех, кто любит тебя. Спасибо за то, что ты такой хороший. Ты лучше, чем мы даже можем представить. Отец, открывай наше сердце и разум, чтобы мы поняли, как ты велик, и что ты делаешь в нашей жизни несравненно больше, чем мы просим или думаем о тебе. Обратите внимание, что еще Павел пишет в этом благословении для народа Божьего. Итак, Бог делает для нас больше, чем мы просим, и даже больше, чем мы в силах представить, но все это происходит благодаря действующей в нас силе. А тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше, а какая же сила действует в нас? Писание говорит, что это та же сила, что воскресила Иисуса из мертвых. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Та же сила, что вернула Иисуса к жизни. Та же сила, что помогла Иисусу Христу, Царю Иудеев, восстать из могилы и победить ад, подняться над всеми силами и властями, а также посадила его на небесах. по правую руку от Отца. Эта самая сила работает сейчас в нашей с вами жизни. И он продолжит открывать наши сердца и глаза нашего понимания. Все это для того, чтобы мы увидели, как много всего нас ожидает благодаря его любви к нам. Итак, первое библейское благословение. Напомню вам еще раз это местописание, которое мы рассматриваем сегодня. Это послание к Ефесиным. Третья глава, 20 и 21 стихи. Сила Божия действует в нашей жизни. И он делает для нас с вами больше, чем мы просим или даже можем представить себе. Так говорит Слово Божие. И будет хорошо, если вы в это поверите. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Керта. У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства. Послушайте это удивительное послание. На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом. У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать. Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни. Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук. Я была теплой христианкой. Я начала смотреть вашу программу при любой возможности. Стефани из Арканзаса. Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Будьте обильно благословенны и всегда следуйте за Господом. Послушайте. Дух Святой зовет. Дух Божий здесь. Он желает не просто спасти вас, а жениться на вас. «Мне нужна ваша любовь», так говорит Господь. «Мои глаза смотрят по всей земле, ища тех, кто отдадут мне свои сердца, но не видели того глаза, и не слышали того уши, что я приготовил для тех, кто любит меня и предан мне. А вы будете любить меня? Будете ли вы любить меня? Я послал своего сына на смерть ради вас, потому что я люблю вас». Давайте продолжим. Теперь давайте откроем послание Иуды, 24-25 стихи. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славу и своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, силой власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Очень сильно. Давайте послушаем это еще раз. Напоминаю, что Бог произносит это благословение над нами, а мы в ответ благословляем Его за это, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славу и своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, силой власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. А теперь давайте разберем его детальнее, потому что тут много благословений. Во-первых, могущему же соблюсти вас от падения. Не знаю, как вы, но если бы я не был уверен в том, что Бог держит меня и не дает мне упасть, то я был бы очень неуверенным, потому что я не верю в свои собственные способности. Моя уверенность в Боге. Именно Он удерживает нас с вами и не дает нам упасть. Мы с вами спотыкаемся тогда, когда не полагаемся на Него. Люди, которые постоянно спотыкаются и падают, просто не научились еще полагаться на Дух и на Бога. Когда мы осознаем, что наше плод не способно удержать нас и положимся в этом на Бога, тогда Бог не даст нам упасть. Помните историю Иисуса о двух людях, которые молились? Один был фарисеем, а другой понимал свою несостоятельность, это мытарь. Фарисей говорил, «Спасибо, Господь, что я не такой, как этот грешник, и я соблюдаю Твой закон». А человек, который понимал, что далеко неправедный, сказал так, «Господь, прости меня грешного». Если вы помните, то Иешуа сказал, что именно грешник пошел домой оправданным. Почему же так? А потому что он полагался на Бога. Дорогие мои, Бог не дает вам упасть. Каким бы слабым вы ни были сейчас, сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, может удержать вас от падения. Иногда мы делаем шаг назад, вместо того, чтобы идти вперед. Но когда вы полагаетесь на Бога, траектория вашей жизни будет идти только вверх, и вы будете спотыкаться все реже и реже. Например, вы не умеете контролировать свои эмоции. Очень часто вы попадаете в ситуации, где вместо того, чтобы отреагировать рационально, вы реагируете резко и эмоционально. И это приводит к разрушению и вредит отношениям. Но если вы будете сожалеть об этом и обратитесь к Богу за помощью, то со временем вы будете все реже спотыкаться в этой сфере. Вы будете становиться все сильнее и сильнее, и сможете контролировать свои эмоции. Но какой бы ни была ваша слабость, что бы это ни было, если вы будете полагаться на Бога, Он удержит вас от падения. Нет, я не говорю, что больше вы никогда спотыкаться не будете, но траектория вашей жизни будет идти только вверх, и вы будете еще больше укоренены в нем. Бог может удержать вас от падения силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. Далее написано что-то еще более мощное. Вы идете все время вверх. Сказано, могущему же соблюсти вас от падения и поставить. То есть, вы не только не упадете, но и будете стоять. Это так удивительно, когда люди, которых вы хорошо знаете, и которые знали вас, когда вы постоянно спотыкались и падали, видят, как вы становитесь на ноги, и становитесь все сильнее и сильнее. Они видят, что вы стали падать все реже, и теперь вы стоите. Для них это весьма удивительно. Это работа Бога в вашей жизни. Мы меняемся с каждым днем. А с тем, кто не меняется, не приносит плод, не становится сильнее, и не укореняется в Господе, что-то не так. Бог не только помогает нам не падать, но Он еще ставит нас, чтобы мы стояли в победе. А дальше сказано, что мы стоим перед Ним, непорочными в радости. Послушайте, у Бога есть цель для нашей с вами жизни. Его цель — это победа. Бог поднимает нас для победы. Он укрепляет вас в силе духа и в истине. И нам нужно взывать к Нему и полагаться на Него в этой победе. Не знаю, как вас, но меня не устраивает посредственность. Я хочу оказывать влияние. Хочу, чтобы люди видели через меня и Иисуса. Я хочу видеть, как моя жизнь меняется. Дух Божий внутри нас — это постоянный источник живой воды, которая бурлит внутри и передает нам частичку самого Бога. Если же мы не возрастаем в благодати и не изменяем, если мы не переходим от падений к стоянию, если мы не углубляемся в духе, то мы должны спросить себя, что же не так? Вечная жизнь — это все же жизнь. Бог по своей природе постоянно в движении. Он постоянно действует. Имя Бога — Яхве. это глагол, это глагол, обозначающий продолжительное, бесконечное действие. Бог постоянно движется. Он живой. Но чтобы наслаждаться всеми преимуществами этого, нам нужно полагаться на Него, быть смиренными и полагаться на Его Духа, а не на собственную плоть. И сегодня в завершении я хочу призвать вас, давайте верить в большее. Бог желает, чтобы мы знали, как это — стоять перед Ним непорочными и с великой радостью. И хочу снова напомнить вам о важности чтения Слова Божьего. Потому что если постоянно мы будем искать лишь переживаний, тогда мы потеряем Его цель, Его направление. Не говорите, «Мне так скучна Библия, я ее знаю». Нет. Никогда невозможно познать Слово Божие целиком и полностью. Итак, помолимся. Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю жизни силу для твоих людей. Тот, кто поднял Иисуса из мертвых, работает в жизни твоих детей и укрепляет нас изнутри. Отец, спасибо тебе за то, что части Иисуса есть в нашем внутреннем человеке. Я провозглашаю жизнь воскресения для каждого человека, который смотрит эту программу. Спасибо за то, что поднимаешь нас Иисусом Христом. Мы стоим перед тобой, осознавая свою непорочность во Христе и имея полноту Его радости. Вся слава тебе, Отец. Мы каемся во всех грехах, которые отделяют нас от Тебя. Меняй нас. Спасибо тебе, Царь Иисус. Мы любим и почитаем Тебя. Аминь. В книге «Чисел» Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус. 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 своим на вас и будет милостив к вам да обратит господь лицо свое на вас и пусть бог отец продолжает непрестанно давать вам божий мир если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от отца моего небесного позвольте нам молиться о вас присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес наша команда молитвенников молиться за каждую нужду в отдельности когда вы получите ответ от бога или если бог коснулся вас через наше служение вышлите нам свое свидетельство мы хотим радоваться вместе с вами ваше свидетельство вдохновить других мы побеждаем кровью агнца и словом свидетельство своего бог в первую очередь бог мира следующий раз раввин шнайдер расскажет как вы можете иметь мир в своей жизни вы получаете назидание вере и обновление через проповеди раввина если вы получаете благословение через проповеди раввина шнайдера мы приглашаем вас стать нашим партнером достигая израиля весь мир заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране чтобы стать партнером в служении раввина снарядить тело христа созидать церковь и благовествовать этому миру благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского иисуса сможет достичь мест которые мы не смогли бы достичь без вашего участия вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения царя иисуса я молюсь о том чтобы бог сделал для вас нечто особенное в это особое время в году одно из того что указывает на то как сильно бог делает ударение на этом времени в году это то что три раза в году бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы и кульминации этих осенних святых дней было то что весь народ приходил в иерусалим чтобы принести богу отцу особую жертву я приглашаю вас в этом году принести богу особую жертву посеяв служение узнавая еврейского иисуса если бог использует наше служение чтобы вас благословлять правда в том что мы достигаем людей во всем мире но без помощи народа божьего мы не сможем этого делать если бог благословляет вас через это служение если вы с нашей помощью узнаете то что не могли бы узнать я прошу вас посеять особое пожертвование богу отцу через служение узнавая еврейского иисуса все что вы делаете вернется к вам меру добрую утрясенную и нагнетенную я люблю вас и да благословит вас бог если вы хотите стать нашим партнером то отправите свои пожертвования по адресу которые вы видите на экране для пожертвований кредитной карты позвоните нам по номеру 800 3 7 7 8 3 5 или отправьте смс или же вы можете сделать это на нашем сайте в знак благодарности мы вышлим вам аудио проповедь раввина шнайдера и наш информационный бюллетень ваше даяние принесет божие спасение в израиль и весь мир через интернет телевидение и крусейды свои смс сообщения а вы можете присылать нам на номер 4 5 3 7 на земле многие из нас верны господу финансы если вы желаете почтить господа своими финансами отправившись на небеса зайдите в раздел завещания телевизионная программа раввина шнайдера узнавая еврейского иисуса теперь доступна на русском языке на ютубе раввин является евреем верующим в мессию иисуса вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра заходите на youtube сегодня и посетите узнавая еврейского иисуса